Допрос замдиректора лагеря Виктория Татьяны Ланиной закончен. Женщина рассказала уже известные подробности пожара. Она подтвердила, что корпус сгорел очень быстро, а руководитель ансамбля «Адель» Татьяна Егорова в первые минуты пожара говорила о кипятильнике. Она в истерике. Первое, что сказала она, кипятильник. Потом говорит, я виновата, я виновата, я виновата. Я говорю, в чем ты виновата? Скажи. Она говорит, я не спасла своего сына. Всех спасала, а сына своего не спасла. Когда она крикнула кипятильник, я не придала этому значения. Когда Адамская мне рассказывала, она говорила, что она забыла выключить кипятильник. Обвиняемая объяснила и не знала, что у Егорова есть кипятильник, иначе бы его изъяли. Кроме того, подсудимое подтвердило, что заселение детей в срубы, не принятые на баланс, прошло по распоряжению департамента образования. Тем не менее, адвокаты потерпевших обратили внимание на некоторые нестыковки с ранее данными показаниями. Он был дома. Я ему перезвонила, сказала пожар. Мы видим, что в начале, сразу после трагедии, было сказано одно. Потом всех свидетелей передопрашивали несколько раз. Есть показания сентябрьские, есть октябрьские, есть декабрьские. Сейчас уже год прошел. Через год иные показания. Категоричный вопрос был поставлен после того, как она настаивала на том, что сразу после пожара Егорова вскрикнула, что это кипятильник. Что имеется в виду? Имеется в виду, что причина пожара оставлена ею кипятильник. Она настояла сегодня в суде о том, что это есть правда, что это было сказано Егоровой. Адвокат также сообщила, что на повторном просеивании недельной давности ничего нового не найдено. На следующем заседании суд продолжит допрос потерпевших детей и начнет зачитывать обвинительный акт.